Да, начнем немного издалека. Мы как основной механизм взаимодействия с сейтбоксом используем REST API и он отлично справляется с большинством задач, мгновенно возвращает респонс и вообще все отлично, но есть некоторый спектр задач, которые в эту модель плохо укладываются. Это задачи, которые банально долго возвращаются и мы не можем позволить себе синхронно ждать результат. Задачи, которые зависят от чего-то еще, например, от еще не созданных ресурсов, соответственно, мы тоже не можем гарантировать мгновенный респонс. И отложенные задачи, например, если мы хотим архивировать раз в какой-то промежуток времени какие-то пайлы или ресурсы, не столь важно. И, собственно, здесь мы приходим к нашему Workflow Engine. Именно такими задачами мы будем работать. На уровне Workflow Engine мы выделяем две абстракции. Это task, как некоторая атомарная операция и в Workflow, как абстракция более высокого уровня, которая управляет уже тасками. Из чего, собственно, Engine состоит? У нас есть две API, это task API, workflow API. Они отвечают за запуск, управление жизненным циклом, каждый из двух абстракций. У нас есть SDK, который позволяет workflow и task имплементировать. И у нас есть сервисы, которые на данный момент, по большей части, представляют дополнительные возможности для запуска тасок. Начнем с API, к SDK сервисам вернемся позже. В общем, таски и task API. Что они делают? Task API, я уже говорил, дает возможность запускать таски и управлять их жизненным циклом, а именно определяет стейты, в которых может находиться таска. Тоже чуть позже на демо будет видно. Позволяет установить конкурентность для этих тасок. Позволяет указать, сколько раз мы можем перезапускать таску, если что-то пошло не так. Также устанавливает тайм-аут, то не дает таске зависнуть навечно и забыться. Ну и также логирует все переходы между состояниями. У таска API есть два потребителя основных. Это юзер, который с помощью нее запускает таски или воркфлоу и канцелит их, по сути. Ну и статус может узнать. Это, собственно, все взаимодействие юзера таска API. И также есть таск-экзекьюторы, которые непосредственно выполняют операции, которые определены в тасках. И сейчас как раз я покажу, как экзекьюторы взаимодействуют с API и что происходит изнутри. Вот есть небольшой ноутбук, нет трунки, но таблицы. Все начинается с RPC метода create-and-execute, который, собственно, создает инстанс таски. Он принимает ее definition, который нужно задефинить заблаговременно взаимодействовать. И параметры. На данной таске висят огромные тайм-ауты, для примера, и она не валидируется практически ничем. Поэтому может показаться странным некоторые вещи. А можно definition сразу показать? Извини, что прерывая. Да, конечно, он очень простой. Здесь все валидируется как за ныне. Очень похоже на RPC, на самом деле. Definition и таски, только тег другой, по сути. И есть у нас параметры. Они определены по дефолту, но их можно переопределять таким образом. Собственно, в этом кейсе я переопределил, чтобы спокойно показать. И так как эту таску есть экзекьютор, у него тоже есть дефиниция, сервис. Тут, видите, только таск expression, это другая таска. Соответственно, эту бланк таск никто не выполняет. И я могу спокойно показать вам, никто мне не будет мешать ничего перехватить. В данном демо мы с вами являемся экзекьютором, можно так сказать. Первый статус, в который попадает таска после метода create and execute, она попадает в статус ready. Да, у нас и task UI еще есть. Мы тут тоже будем смотреть. Есть лог, в котором все транзиты между стейтами отображаются. То есть она создалась и перешла в статус ready. Статус ready значит, то, что таска готова к тому, чтобы какой-либо из экзекьюторов ее забрал. Какой-либо из воркеров экзекьюторы, могут быть разные экзекьюторы. Не так важно. Да, вот тут метод task status. Мы можем в любой момент отследить через него статус. Что должен сделать экзекьютор, когда... Точнее, как не то, что должен сделать. Экзекьютор прокидывает... Есть два метода, пол и лонг пол. Экзекьютор прокидывает метод лонг пол, который делает пол, когда какие-то таски попадают в статус рейде. Мы будем использовать обычный пол. Мы указываем... Указываем вектор definition, который нас интересует как экзекьютор. Вот я здесь указал definition этой таски. Соответственно, делаем пол. Таска попадает в request. Этот статус значит, что экзекьютор забрал таску и должен начать ее выполнять. Может показаться бессмысленным сначала, но у нас есть параметр requested to start timeout. И если экзекьютор не начнет ее выполнять, и время выйдет, указанное в этом параметре, то таск API посчитает, что с экзекьютором что-то случилось и отдаст эту таску другому экзекьютору. То есть это как дополнительная гарантия. Но у нас он... Мы не зависли, поэтому идем дальше. Здесь нам нужно экзекайди подобрать. Дальше, когда мы непосредственно начинаем экзекьюторить таску, мы прокидываем метод start, который транзитит таску в состоянии in-progress. На UI происходит соответственное изменение. И пока таска выполняется, нам необходимо, как экзекьютору, периодически посылать на TFI, чтобы... у таски есть параметр in-progress timeout, и когда он у нас течет, таска перейдет в состояние фейла, то есть завершится с ошибкой о том, что timeout вышел. И чтобы этого не произошло, нам нужно продлевать timeout, и это как раз делает метод notify. есть типы notification. Пока что тех, которые используются, два. Это heartbeat, который просто говорит, что таска жива, и вот здесь каждый раз смещает in-progress timeout, продлевая ее жизненный цикл. И есть еще notification progress. В нем можно указать, в каких единицах измеряется что-то и сколько этого было выполнено. Звучит не очень, но можно будет увидеть на UI здесь, как progress bar двигается. После того, как таска завершена, мы кидаем метод success, и таска попадает в состояние done. У состояния done есть три outcuma. Это succeeded, то есть успешно выполнено failed. По разным причинам может быть. И есть еще, я забыл сказать, здесь все это время была кнопка cancel. В любой момент, пока задача не попала в статус done, ее можно прервать, и тогда она попадет в статус done с outcum cancelled. вот, и это, собственно, дефолтный флоу, по которому все таски проходят после того, как запущены. Так, двинемся дальше. таски являются отличным механизмом, но есть одна проблема. Мы хотели бы в случае фейла какого-то небольшого куска операции, это может быть достаточно большая операция, мы хотели бы не стартовать сначала, а продолжить с того же места, где произошел сбой, за ретрайт только какую-то часть. И для этого, собственно, нужен workflow. Workflow выступает как оркестратор для тасок. Тогда мы думали, какую архитектуру выбрать, было два варианта. Первый вариант это как некоторый процесс, который запускает таски и ждет их выполнения, то есть процесс постоянный. Но это достаточно дорого для масштабирования, потому что это могут быть не три таски, а может быть другой workflow, в котором еще другой workflow, и тогда это станет очень ненадежным и неудобным. И это сложно имплементировать. Мы выбрали другой подход. По сути, workflow в этом подходе это процесс не постоянный, а процесс, который запускается после завершения каждой запущенной им таски и продолжает исполнение с того места, где он остановился в прошлый раз. То есть, если мы запустили таску и ждем ее выполнения, никакой код не выполняется в этом workflow. По сути, за это отвечает decision таски. Это то есть workflow это по сути набор тасок управляет всем этим decision таски. Возможно, сейчас не очень понятно, но я думаю, сейчас по ходу вопросы должны отпасть. Я лучше покажу, как это работает на деле. Мы приходим к workflow api. Здесь тоже есть метод create and execute. Все по сути происходит очень похоже. Мы перейдем на отдельную UI для workflow. У нас создается workflow, но особенность в том, что есть вкладка activities. Здесь все активности таски workflow, которые породились от этого workflow. Как будто бы их нет, но если мы нажмем кнопочку, которая раскрывает decision, мы увидим, что как только мы породили workflow, сразу породился decision task с ивентом workflow need. десижн таски выполняет отдельный экзекьютор. Сейчас, секунду. Да, и он полит их. здесь мы уже указываем workflow definition. Соответственно, спорятся все таски, все decision таски, у которых реквестером является наш workflow. Вот, собственно, спорилась вот эта таска, которую мы видели. Она перешла в request, это все так же, как стаскопи происходит. Не так же, как стаскопи, нам нужно после того, как мы спорились, стартануть ее, но важно то, что когда мы будем переводить ее в дан с успешным выполнением, мы должны в контексте workflow и decision таски положить в результат некоторый экшен. Здесь может быть сколько угодно экшенов. Есть разные экшены, пока что рассмотрим schedule task. Если мы хотим в контексте workflow запустить новую таску, мы пишем action schedule task и кладем task request, как если бы мы вызывали метод create and execute у task ap. здесь у меня для примера имплементирована очень простая таска, которая принимает операцию и два операнды и высчитывает неважно абсолютно как она работает. Как только мы ее запустили, переходим обратно в workflow. А мы ее не запустили, извиняюсь. Все правильно. Вот теперь мы ее запустили. У нас попал в done succeeded decision task и также запустилась таска. У нее уже есть executor, поэтому она выполнилась сама. все эти транзишны между стейками прошли за кадром. И как только она выполнилась, порождается новая decision task. И мы в контексте workflow должны ее сполить и так далее. И этот процесс цикличен. Пока все таски, которые мы породили, не выполнятся, тогда мы на последнюю decision task должны ответить action complete workflow, который собственно completed workflow и поставить result. Сейчас я прогоню быстро этот процесс. Делаем опять старт. переводим это все в статус succeeded и отправляем action о том, что workflow мы завершаем. И как результат передаем ему строчку I'm completed. Мы видим, что workflow попал в статус done, в результате у нас I'm completed. Вот примерно так работает workflow. Decision task один на всех одинаковый или можно программировать самому каким-то образом? Decision task он predefinite, то есть его нельзя имплементировать, он один, если мы говорим о его definition. Самих task много, они порождаются на каждую завершенную task'у, дергают тело workflow опять, принимают решения, по сути, это и есть workflow, это совокупность task'ок и decision task'ок. Виталик, у decision task'ки, покажи саму task'ку, нажми ее параметры, у нее есть параметр workflow definition, это, собственно, то, почему ты диспетчеризируешься, чтобы, наверное, на дебаге здесь, может, не видно будет, по шкотексе, то, почему ты диспетчеризируешься, чтобы имплементировать конкретное workflow. А сам workflow здесь где-то state содержит или у него state-то не существует, он как раз за этих decision task'ок и состоит? В баске есть какой-то state workflow, который меняется? Или нет? Да, есть state workflow, да, извиняюсь, я забыл совсем про это упомянуть, у него поменьше статусов, и state, как workflow, так и task'ки лежат в ресурсах, это ресурсы idbox-task, idbox-workflow. Также эти логи, на которые мы смотрим, это тоже отдельный ресурс. Вот, и у workflow гораздо меньше статусов, так как всю необходимую информацию и state, всю необходимую информацию хранят таски, и state, собственно, уже регулируется тасками, поэтому workflow есть смысл только в трех состояниях, это created, in progress, done. Outcome'ы точно такие же, как у таски. Мы думали и думаем еще добавить возможность сохранять некий произвольный state, это несложно, но пока на этом не было запроса, пока идея то, что весь state хранится в тасках. Возможно, если будет четкая задача, где это будет необходимо, мы можем это добавить. сейчас есть state его выполнение, статусная модель, параметры результат, возможно, добавить некий произвольный state. Пока нет. Если у кого-то есть вопросы по workflow, думаю, мы можем немножко времени сейчас уделить, потому что сейчас мы пойдем дальше в сервисы. думаю, если не касаясь имплементации, касательно state of decision task, задавайте сейчас. У меня есть вопрос. Есть стрелочка из decision task в workflow execution. Да. А кто к кому в итоге ходит и опрашивает? Decision task опинает workflow и говорит, смотри, мне нужен следующий шаг, или в workflow ходит и опрашивает, какие decision tasks готовы, и на основании того, что какая-то task готова, исполняется дальше. Смотри, когда мы делаем create and execute, самое первое, что происходит, порождается первая decision task. У нее event workflow need, это означает, что она первая. Она пинает тот код, который заимплементирован под стимволом этого workflow. Этот код, в этом коде есть запуски task, мы запускаем по мере прохождения этого кода, мы запускаем эту task и выходим из этого кода, дальше мы ничего не делаем, но это самый простой flow. Task проживает свой обычный жизненный цикл task, который мы ранее рассматривали, и как только эта task завершится, она порождает новый decision task, который заново пинает workflow, но в эту итерацию он там проходит чуть дальше, запускает уже следующую task. То есть decision task активная, не пассивная, ее задача не сохранить state какой-то и ждать, пока тебя спросят, а сходить и пнуть кого-то. Ну, можно, я думаю, да, можно и так сформулировать, но тот state, она по сути хранит state той итерации workflow, которая выполнилась. Думаю, можно так сформулировать. Тут немножко философский вопрос получается, Миш, все executors, они полят task, любые, decision, decision, вот, для них эти все task, это просто сплошной набор, не разделяемых там по instance, все почему-то, то есть он просто просит постоянно следующую task. Можно называть этот процесс достаточно активным за счет того, что это long-pull, как только task появится, он сразу дойдет до executors, а именно процесс вычисления следующего шага по workflow, его инициализирует decision task, поэтому можно сказать, что она, собственно, его пушит, ее пулят, но она пушит следующий шаг. Получилось ответить на твой вопрос? абсолютно непонятно? Ладно, приду потом. Там чуть дальше будет блок... А в чем... А подожди, тогда нет, есть время еще вроде, а поясни, в чем вообще критический смысл твоего вопроса? Может, мы его не до конца понимаем? Ну, мне нужно понять, насколько активна decision task. Что ты вкладываешь в prime-interactive активно? Активно это значит, что я пойду, пну workflow код, который скажет, что делать дальше. Ты с точки зрения, не знаю, реал-таймовости этой модели с точки зрения чего-то рассматриваешь этот вопрос. потому что он реально философский и не очень понятно. Все равно у тебя где-то под капотом любой пул и пуш они уже почти одинаковые. с точки зрения насколько активна decision task. Зачем? Затем, что кто должен инициировать ко мне вопрос? Да, зачем тебе это нужно понять? То есть, ты хочешь понять, насколько она активна, но зачем ты хочешь это узнать? Затем, что я должен в workflow в executory описывать логику, которая будет ходить и выбирать decision task с каким-то конкретным состоянием? Или decision task будет ко мне приходить? Смотри, твой workflow это и есть decision task. То есть, когда мы говорим decision task, это значит, что это просто работает твой workflow. Тебе, насколько я понимаю, вообще про decision task как таковые, типа, ты меня... Все, что ты делаешь, когда ты вызываешь workflow, это ты вызываешь decision task. То есть, они и есть workflow. Это просто то, как он работает. ты вызываешь в этом и прикол. Оно автоматически происходит, тебе не нужно об этом думать. То есть, нет ничего, что ты можешь сделать, не вызвав decision task. То есть, любое действие, которое ты делаешь, оно превратится в набор decision task. Ты ими не оперируешь, это оперирует движок. Давай, Миш, на концептуальном уровне, на уровне пользователя сверху, она активная, она сама вызывает код. Чтобы это имплементировать, на где-то более низком уровне она пассивная. Но это уже про технические детали. Там у нас будет сейчас чуть позже блок SDK на Closure, которым Юра пользуется, которым мы пользуемся. там есть схемка. Можно она ответит на твой вопрос. Она более глубоко копает, но там в целом понятно, что происходит. Да, я понимаю, что по этой схемке не сильно понятно, как оно работает, но как будто чтобы описать такую схему, нам не хватит семинара. так, давайте двинемся дальше. Мы переходим к сервисам. Вот, если помните, здесь есть сервисы. Да, вот тут еще на схемке был VSL для описания workflow. Он пока за кадром, мы держим его в уме, но пока не имплементируем. Вот. Subscription Trigger Service, один из двух существующих на данный момент сервисов, позволяет подписаться на обновление ресурса и запустить таску, когда условия будут соблюдены. Мы define сервис, перечисляем в нем рулы, define сами рулы, под select buy мы описываем ресурс и под task request описываем таску, либо это может быть также workflow. На уровне вызовов все, о чем мы говорим в engine может запускать как таски, так и workflow, я сразу оговорюсь, чтобы потом к этому не возвращаться. Вот. Ну, по сути, у нас срабатывает хук, который пинает проверку рулов. Если ресурс подходит под рул, то мы вызываем create and execute. Если нет, то ничего не делаем. По сути, так он и работает. Я накидал примерчик, ноутбук еще один. subscription trigger. Вот. Это один из первых use case, на который мы ориентировались. Предположим, у нас есть пациент practitioner. И что мы хотим сделать? Мы хотим... Да, я, пожалуй, покажу, наверное, сам rule. У нас есть rule. Он говорит о том, что когда observation попадет в статус registered, мы должны пойти и смапить bundle, который создаст encounter и при этом заберет из вот этого ресурса observation subject и performer и запишет их как subject и participant для encounter. То есть, как это работает? Я создал patient practitioner, создал observation, в котором они указаны. И мы можем сходить на task.ui. Вот она map to fire bundle. И можем видеть, что task запустилась, как только ресурс был создан и создала bundle, который заперсистил observation, ой, это encounter, который заперсистил encounter, положил все, что нужно, куда нужно. Это об этом все. Следующий сервис и последний сервис пока что это scheduler. По сути, он достаточно прост. У нас также модифайним сервис, перечисляем рулы, также пишем рулы. Я чуть попозже на рулах остановлюсь. Что он делает? Он чекает рулы, проверяет, сходится ли все со временем. А, да, я не сказал, зачем он нужен. Он нужен, чтобы периодически запускать какую-то таску или workflow. Раз в какое-то время он чекает рулы, если время для их выполнения наступило, он их запускает. Если нет, он спит до следующего предполагаемого времени. мне на секунду надо рестарт нудбокс, раскомментить этот сервис. Был закомментирован, потому что рул сейчас описан, как создавать таску каждую минуту немного мешало бы, я думаю. как только мы подключили сервис, у нас появляется еще одна UI-ка, кедулер. Здесь у нас появляются все рулы, которые мы описали. мы можем открыть, посмотреть, что у нас уже успел запуститься Activity. Это Task Create Archive. Успел уже закончиться. Что важного есть в описании рулов? Само собой, это реквест на таску или workflow, которое создастся. Есть поле Schedule. Это крон строка из пяти символов, которая собственно и говорит, какое время нужно периодически запускать таски или workflow. То есть это правило значит то, что каждую минуту. Есть еще важная штука с Concurrency. Есть два варианта, либо Allow, либо Forbit. В случае с Forbit мы запрещаем запускать Activity, если прошлое Activity, запущенное этим рулом, еще не закончилось. Вот это достаточно важный момент. Но остальное это скорее технические вещи, на них не будем остановиться. И сейчас мы приходим к самому сложному и интересному это SDK положил. Как писать таски, workflow, как их дефинить, в вейтбоксе. По сути таски мы описываем практически как RPC, за исключением того, что вот здесь мы можем дописать параметры. Я не буду на них останавливаться. сейчас можно в доке прочитать, там достаточно просто все, это всякие таймауты, конкурентность и так далее. В общем случае мы описываем таску примерно как RPC, но тегаем как definition таски. С workflow практически то же самое. Кроме того, важный момент, что у экзекьютора, экзекьютор для тасок это один и тот же сервис, но их обязательно должно быть два, если мы хотим выполнять workflow. Этот ключик exclusive task definitions и workflow definitions может быть только один. Поэтому один сервис у нас строго выполняет таски, второй строго выполняет десижены для указанных workflow. Вот с этим вроде разобрались. как собственно имплемент таски у нас это происходит за счет расширения метода waveexecutor executeTask по definition таски. То есть здесь мы определили таск один, потом мы идем, расширяем метод executeTask и дальше мы пишем по сути обычный код. Единственное несколько отличий то, что мы должны вернуть result под ключиком result, error под ключиком error. Если вылетит какой-то шальной exception, он завернется, зафейлит таску, все сделает сам. и если это какая-то долгая таска, этот метод принимает notifyFn из executor, это функция, которой нужно будет передать параметры для передачи notification, точнее вызвать с параметрами. Да. А вот executor пишется на каждую таску или на каждую task definition? На task definition? Один к одному, да, то есть у каждой task definition должен быть executor. А, executor, нет, executor их, в принципе, может быть от одного до сколько угодно, по сути. Executor, он просто выполняет любые пришедшие ему таски. Ты имеешь в виду devmethod? немножко не понял. Я тоже. Смотри, ну, сама логика, то есть есть таски, они бывают разные, да? Каждую таску ты описываешь неким определением. Если у меня есть две таски, там, одна, не знаю, создает encounter, другая updated observation, может ли один computer выполнять обе таски? Да, да. Просто написано, что делать в рамках таски? Вот, как раз вот этот код. Мы расширяем execute task. По сути, у нас экзекьютор, что делает? Он берет таску, смотрит ее definition и ищет в своих в расширениях метода execute task, есть ли у него execute task по такому definition. Если есть, он его просто выполняет, как обычный код. Есть один метод execute task, да? Да. Разные экзекьюторы. И возвращаясь к твоему вопросу, вот, например, у нас есть определенный сервис экзекьютор, он может выполнять сколько угодно разных task. Главное, чтобы они были указаны в нем, как task, за которые он отвечает, которые он выполняет. То есть, если я уберу отсюда task 1, то произойдет примерно то же, что на первом демо с task никто просто не возьмет эту task, кто ее не выполнит. Потому что нигде не будет указан код, который ее выполняет. А вот само действие в рамках task, которое должно выполниться, оно где описано? Вот, например, самый простой полупсевдокод, конечно, но вот по сути мы берем keyword hello, делаем из него стрингу и отдаем как результат. Вот, по сути, это то, что мы делаем в рамках этой таски. Если брать таску, которую я упоминал, например, expression, которая, вот, по сути, деф-метод для нее, вот ее definition, вот принимаются параметры. Вот это отсюда начинается сама таска, то, что мы выполняем. Мы смотрим в зависимости от переданной операции, выполняем ее и отдаем результат. Вот здесь. То есть, по сути, это функция, просто завернутая в некоторые абстракции. А, то есть, есть один метод executeTask, но его разные параметры? Да, да. Это же экземпляр метода, да, с другими параметрами? Да, да, да. Вот. И самое тяжелое начинается, когда дело доходит до workflow, оно выглядит как синхронный код обычный, но все не так просто. У нас есть макрос DevWorkflow, мы используем его, когда хотим определить workflow, и в рамках workflow мы работаем, в рамках workflow мы запускаем таски, и для этого у нас есть встроенные функции, которые я покажу на схеме, как они работают, но там workflow выглядит как синхронный код, в котором мы также берем, вызываем run на таску, потом сюда приходит ее результат, мы пишем его в result1, ну и произвольные какие-то операции дальше выполняем. Если мы хотим запустить несколько тасок, выполняющихся параллельно, мы используем run all. Сейчас я на схеме подробнее покажу, как это работает. Все-таки workflow это набор тасок уже определенных? Ну, определенный workflow набор определенных тасок. Они прям перечислены, да, есть сущность workflow, там перечислены таски, которые нужно сделать. А что ты под сущностью подразумеваешь? Есть такой типа, допустим, кастомный ресурс, workflow есть? Материализация какая-то workflow есть? Ресурс есть, да, но ресурс как таски, так и workflow больше нужен для того, чтобы контролировать его статус и не терять его в случае непредвиденных шотдаунов, файтбокс и так далее. Он больше нужен для контроля, для конкурентности, для того, чтобы мы не теряли прогресс. А сам workflow, то, что он выполняет, это как раз вот эти инструкции, которые описаны в коде. То есть запусти таску 1, запусти параллельно таску 2 и таску 3. И прелесть в том, что оно все со стороны выглядит синхронно, но на самом деле немножко хитрее. Вот. Я покажу на схеме, надеюсь, станет понятнее. Когда мы стартуем workflow, то есть как раз пинаем, где у нас workflow был, сейчас я покажу, чтобы нагляднее было. То есть мы пинаем create and execute, у нас создается decision task. Вот когда она у нас была в статусе ready, ее polytexecutor, она попадает в requested, вот это все, что я объяснял. Когда она попадает в in progress, запускается код, который описан здесь. И я его немножко тут раскрыл на схеме. Что делает run в максимально упрощенном виде? Он проверяет, стартанул ли task 1. То есть вот этот код run task 1. Если нет, он ее стартует, и мы выходим. Больше мы не выполняем ничего из этого workflow. Но как мы можем продолжить, вот тут как раз и вступают decision tasks, которые порождаются после завершения. Task 1 имеет реквестера, как этот workflow. Когда она выполняется, мы запускаем decision task для этого workflow, и он опять запускает тот же самый код. Только когда он проверяет, стартанул или task 1, эта проверка проходит, он продвигается на шажок дальше. Task завершилась, завершилась, мы идем дальше по коду, дальше по коду у нас функция run all. Она по сути все, что она делает, запускает много ранов одновременно. Run all проверяет, ему надо запустить task 2 и task 3. Они стартанули, если нет, он их запускает, выходит из workflow. Когда, например, у нас первая выполнилась task 3, у нас пинается опять, мы создаем decision, он пинает выполнение этого кода, вот тут мы тоже все через те же проверки проходим, на этой проверке они стартанули, task 2 выполнено, нет, потому что у нас только третья выполнилась. Мы выходим, да, кстати, я обещал про экшен рассказать, есть экшен do nothing, который как раз ничего не делает, и ждет просто, когда следующий decision пнет workflow, то есть просто выходит. Мы выходим с этим экшеном, и когда уже task 2 выполнится, она пнет decision execution, создаст decision task, мы опять зафорсим выполнение этого кода, опять пройдем через все проверки, но когда мы спросим выполнено ли task 2, да, выполнено, и task 3 тоже выполнено, потому что до этого нас уже об этом оповестили. И мы синхронно выходим из workflow, возвращаем action complete workflow с результатом. Как мы поняли, что workflow закончился? Получается workflow закончен в том случае, когда он дошел до своего конца, то есть по коду. Получается мы идем по нему, у нас тут run, мы из него вылетаем, создаем task. Еще раз идем с самого начала по коду. Run, task запустилась, да, запустилась, завершилась. Отлично. Тут обычный код выполняется без проблем. Мы попадаем в run all, происходит вся вот эта логика с проверками, и мы тут несколько раз вылетаем тоже, и в последний раз, когда мы дойдем до run all, мы узнаем, что task 2 completed, и task 3 тоже completed, и тогда мы дойдем до конца, до места, где workflow возвращает свой результат, и вернем его, завернув в action complete workflow. А вот этот definition workflow написал пользователь, да? Вот этот? Да. Нет, пользователь, скорее всего, будет пользоваться либо DSL, который мы напишем, то есть я не знаю пока где он будет, может в ZEN, может нет, где-то он будет с помощью DSL этот workflow описывать, но по сути тут примерно такая же логика будет. Либо есть, ну, мы поддерживаем такой вариант, у нас делают ребята из SDK на JS сегодня мы его не будем касаться, это тема для отдельного семинара, наверное, но когда будет SDK для JS, оно позволит вот эту логику заимплементить отдельно на любом, ну, как на любом, на JavaScript, либо в принципе можно на любом языке программирования заимплементить, это будет просто сложнее для клиента, но за счет того, что workflow и task API, вот эта вся машина контролирования стейта, за счет того, что это API, клиент в принципе может что угодно реализовать и просто общаться с API-шкой. Я правильно понимаю, что вот этот dev workflow, который макрос, он у тебя будет вызываться, ну, результат его каждый раз после каждой диссижн task'и будет сверху проходить вниз и у него как будто будет какой-то state, где он будет знать, какие таски выполнены, правильно это утверждение или нет? Да и нет. Окей, давай. Он не хранит как таковой state того, где он остановился. State является вопрос базы данных уже по факту. Да, он забирает все таски, включая диссижн, которые к нему относятся. если технически говорить, мы их в КТХ, по-моему, передаем, если я правильно помню. У него есть все эти таски, и на момент, когда диссижн task'и его пинает, он знает, что закончилось, а что нет. Каждый раз просто сначала начинает выполняться сначала доход до того места, которое он выполнил, если он упирается куда-то, где таска еще не законченная, то он на ней останавливается. Ну, или если там много тасок, то на многих тасках. Но тогда этот код заполняется столько раз, сколько было запущено тасок, их нет в два раза больше. Поэтому он не может иметь себе сайд-эффектов. Правильно я понимаю, если надо будет подобное сделать через СДК, то там будут какие-то промиссы с какими-то колами синхронными. Да, но это вопрос к ребятам из СДК, как они в итоге реализования. У них по сути это немного чего есть. В смысле, у них есть все то же самое. У них нет макросов. Им придется то, что здесь просто синхронный код, им придется во что-то оборачивать. А слушай, а там макросы не сильно нужны на самом деле. У нас макрос по сути просто оборачивает его в другую функцию, которая ловит исключение. Весь State Control сделан через исключение. Я не вижу проблемы сделать то же самое в другом языке. Может быть, не будет девворкфлоу такого красивого, но все равно будет функция, которая выполняется в другом контексте, которая ловит исключение. Короче, я не вижу проблем сделать это на любом языке. Клажур позволяет сделать просто немножко более красиво. То есть, надо понимать, что вот эти все функции Run, они управляют по такому выполнению. В идеале, если было бы GoTo в языке Клажура было бы замечательно, но вместо GoTo используется Exception, который вызывателем этой функции отлавливается и понимает, дошли ли мы до конца или мы ожидаем какое-то следующее действие. Угу. Окей. Есть еще вопросы по издаках? Так, у меня вопрос может быть про сервисы. Правильно я понимаю, что мы можем их композировать. То есть, у нас есть, где ты показывал пример у Workflow Task 1, Task 2, Task 3, есть экзекьютор, который выполняет Task 1, Task 2. И чтобы третий выполнялся, я могу создать новый, например, еще один экзекьютор, который будет выполнять Task 3, и он заработает все вместе. Да, да, ты по сути можешь сделать вот примерно вот так вот, взять эти отсюда Task 2, отсюда выпилить Task 3, Task 1, и они будут так же работать абсолютно. И сказать, что это Task 2, у тебя будет 10 потоков, пошли хоть много, и не успевать. Ты даже можешь, да, ты можешь даже не париться, сделать вот так, и оно все равно будет работать. Просто какой-то экзекьютор выцепит Task 2 первым. Окей, тогда вопрос следующий. А что послужило основанием вообще вот экзекьюторы привязывать таски к экзекьюторам? Зачем это может быть нужно? По-моему, мы решали проблему конкурентности, если я правильно помню. Вот как раз ответ, который я привел. Ты хочешь таску в 10 потоков одну гнать. Тебе надо как-то сказать, что экзекьютор выполняет какие-то таски. То есть у тебя по сути таски к экзекьюторам не привязаны, у тебя экзекьютор сообщает, какие таски они будут выполнять. Больше ничего. Тасков про экзекьюторы ничего не знает. Да, у тебя уже есть библиотека, которая в себе зеновская, она может экзекьютор какой-то иметь и в ней зашиты таски, ты не можешь ее проапдейтить, она будет по сути свой и новый делать и оверайдить все, что тебе нужно, правильно? Такая штука. Слушай, это проблема зена, ты же ее никак вообще не решишь. В смысле у тебя есть дефолтный конфиг бокса, в котором перечислены все таски. Он там переменное окружение включается и выключается. Ты можешь его выключить. А, нет, даже не так. Если пользователь указал свой сервис вручную, по-моему, так запрограммирован, тогда дефолтный не работает. Соответственно, ты или используешь дефолтный Matebox EDN сервис, вот он, или указываешь свой экзекьютор сервис, тогда дефолтный не работает. То есть я могу при запуске таски выбрать экзекьютор сервис, если у меня есть пачка их. Нет, при запуске таски ты ничего не можешь. При запуске Adbox ты можешь сказать, с каким экзекьютор сервисом Adbox стартует. Таска, опять же, ничего вообще не знает про экзекьютора. Если не будет никакого экзекьютора сервиса, то просто таска не будет никем выполняться. Но она будет все еще стартовать и в рейде висеть бесконечно. Ладно, пока хватит. Потом еще, может, позадаю вопросы более подробно. На самом деле это на SDK мы закончим. Здесь просто для обобщения все, что мы прошли. Подытожить можно, что workflow task API отвечают за стейты, конкурентность, за адекватное поведение. Экзекьюторы экзекьючат. Сервисы позволяют использовать таски в каких-то интересных юзкейсах. Вот. Ну, теперь все вопросы давайте. Такие есть. Может таска быть сама по себе без workflow? Да, да, конечно. Ну, вот как раз у меня, кстати, есть еще один ноутбук, который с точки зрения юзера более понятен. Task expression. Вот как раз та таска, про которую я говорил. 1 плюс 1. По сути, если я пользователь, я хочу просто запустить таску. я иду, пишу post RPC create and execute, говорю, какую таску я хочу запустить, передаю параметры. Тыкую, запускается. Потом я могу либо тыкнуть кнопку статус, посмотреть, что она соксидит, либо пойти в task UI, найти эту таску здесь, посмотреть результат, параметры, лог. Да, кстати, я не упоминал, у нас есть еще дебаг, кнопочка, вообще она скорее для клиентов, на случай, если какой-то workflow или таска развалится, тут вообще вся информация, есть весь полный лог, чтобы нам можно было это скинуть, мы бы уже потом разобрались. Надеюсь, ответил на вопрос. Таска самостоятельно. Да. подскажи вопрос еще про сабскрипшн, а как оно, например, внутри работает? Вот вы там сабскрипшн какой-то написали на ресурсе конкретно, или там у вас матчер и специальный DSL. сейчас у нас есть рулы, если мы про сабскрипшн триггер говорим, есть еще такая штука, как сабскрипшн таска, она используется в контексте workflow и подписывается на ресурс, и пока этот ресурс не будет создан или за апдейтинг до того состояния, на которое она подписалась, она будет в инпрогрессе и потом попадет в дан, это нужно как раз, чтобы вот эти циклы контролировать и мы можем зависнуть в workflow, пока какой-то ресурс отдастся. И к чему я это? Сабскрипшн триггер примерно по таким же рулам работает, у нас есть DSL-чик небольшой. Да, мы его раз юзали, просто интересно, как внутри, откуда он получает инфу? Вот эти select-buy строятся, блин, давай я в тестах покажу, вот эти все select-buy из рулов, они строятся в мапу в одну, которую мы называем индекс, по которой мы можем каждый раз, когда срабатывает хук на любое изменение, быстро проверить, секунду, что-то я его потерял. Он в другом тесте, по-моему, rule-test. А, да, rule-selector, что-то, да, rule-selector тест, вот, да, как раз rule-selector namespace, да, это отвечает. Вот это собирается вот в такую вот достаточно здоровую структурку, если у тебя много рулов, по ней можно быстро проверять, то есть у нас складывается по уровню ресурса, например, у нас есть несколько подписок на encounter, дальше, если у нас есть у нескольких get-in и queue, они тоже складываются по ключикам, и так до, собственно, task definition. То есть там, если меняется какой-то ресурс, у нас есть hook на изменения, вы на него подписываетесь, он дергает ваш rule и говорит, вот, типа, новый ресурсик обновленный, да, и вы начинаете его мачить. Так происходит. Да, да, да. С этим есть, в самом деле, две проблемы большие. Первое, что мы их храним в памяти, все рулы, все сабскрипшены, потому что в базе индексом эту операцию не покрыть и долго будет, она выполняется на каждое изменение. И так как она хранится в памяти, их невозможно синхронизировать между разными репликами. То есть первая проблема в том, что в мультиреплика режиме это работать не будет, точнее, будет работать неправильно. А вторая проблема с тем, что если hook по какой-то причине не сработал, упал или пришел апдейт из базы, то тоже сабскрипшен провалится. Это как раз к вопросу, который ты вчера спрашивала в чате. И ответ на это предполагается, когда мы реализуем сабскрипшен топики, которые будут реализованы через Captured Data Change из логов базы, то это будет абсолютно надежное место, где мы в одном потоке, в одном трейде можем рассматривать все изменения ресурсов. Это будет с небольшой задержкой, но со всеми гарантиями. Слушай, вопрос, не понял про реплики. Почему в реплике реплика базы будет? Айтбосс с Кабоем имеет доступ? У тебя нужно. Тебе нужно, получается, вот этот индекс всех рулов поддерживать синхронизированный в двух инстансах. И в общем случае практически невозможно. А он не при старте создается? Не при старте? Он при старте создается, но в процессе у тебя каждый workflow может... А, это касается именно Subcution Tasker. Subcution Trigger просто, да. Он не мутабельный, он постоянный. А Subcution Tasker значит, что в любой момент времени у тебя любой workflow может потребовать подписку на какой-то ресурс. Юра как раз на этом механизме строит сбор графа зависимости для этого. Для XFL. То есть, у тебя в рантайме меняется набор Subscription Tasker, поэтому здесь проблемы к этому конкурентного изменения появляются все в полном росте. добавлю еще один вопрос. По-моему, я вам задавал еще раз, чтобы удостовериться. Правильно я помню, что, например, у меня Subscription есть ресурс Patient, и я на какое-то поле, например, у него какой-то статус подвязываюсь. И если ресурс Patient поменялся, например, один раз, и у меня сработал мой триггер, и потом ресурс Patient поменялся, что-то другое, не то, на что я подписался, но другое, ему имя поменяли, пофиксили, но он, получается, матчится, он еще раз отработает. Правильно? мой Subscription. Если поменялся на поле, а что-то другое, но уже он все равно матчится. Для триггера, да, триггер будет каждый раз описывать, это уже придется тебе в этом предметном коде описывать. Для Subscription-таски они все одноразовые. После того, как она выполнилась, она перестала существовать. Второй раз уже она не отреагирует. Тебе надо будет на изменения подписываться, создавая вторую таску. То есть там не приходит какой-то диф типа было так, стало так. И ты можешь типа на диф только сказать, что если вот именно оно переключилось, только тогда отрабатывать. Слушай, но это невозможно сейчас, мы сильно этим не занимались, потому что это все часть спеки, которая описана в файре Topic-based Subscription, там это все равно будем прорабатывать в всех деталях, он отвечает на все эти вопросы. Пока это была скорее такая proof of concept. Потому что здесь много ненадежности и много проблем. Все, что связано с Subscription-ами, будет решаться в отдельном треке. Topic-based Subscription дает ответы на все вот эти вопросы. Там достаточно гибкий механизм, как ты можешь описывать, на что ты будешь триггериться. Окей, и последний вопрос. Не думали о какой-то типа таске, которая просто вызывает RPC-ку, дженерик? Типа любую теперь RPC-ку можно вызывать синхронно. там ее шедер. Да, даже задачка есть. Если вдруг тебе надо это быстрее, чем мы дойдем до этой задачки, даже на самом деле недолго должно быть. Кажется, там мощь прям лежит в этом месте. Сразу увеличим юзабилити системы в разы. там формат одинаковый у RPC-шки и у таски, поэтому там по идее вообще должно быть час задачи, подумать немножко, какие-то могут быть подводные камни и красиво как вызов сделать. Иначе получается парамс, которых будет парамс, вот это я пока смещаю вложенность. А суть этого какая? То, что таска просто вызывает некий RPC-стандарт? Ну да, да, у тебя есть RPC-шка, библиотека RPC-шек. Как тебе получается, надо каждый раз таску оборачивать, ты хочешь вызвать RPC, например, там делать, генерировать какой-нибудь отчет и складывать CSV-шечку. И ты хочешь, например, чтобы она работала раз в сутки и не дергать это руками, а сделать шедерлинг таски. И тебе не придется таску писать, а так, в принципе, если эту штуку поддержать, ты у тебя все библиотеки от твоих RPC получают еще в свое владение асинхронность и шедерлинг бесплатно. Сейчас тебе конкретно нужно таску расписать заново. У тебя уже есть такой RPC, да? Ну да, ты пишешь таску, которая просто будет вызывать внутри себя эту RPC и уже складывать результаты. Да, по сути, можно сделать какой-то дженерик, как-то ее обдумать, чтобы красивая была пишечка. И да, и просто уже по сути вызываешь таску как RPC только с кем-то ключиками особо. И можешь ее скедулить, можешь из воркфлоу из них делать. Мне кажется, прикольно. У тебя есть кирпичики, и ты кирпичики собираешь в одну большую штуку. Это не всегда будет мачиться, например, в воркфлоу, наверное, результаты таски не всегда будут мачиться с входными параметрами в следующий. Надо как-то мачи делать. Но в целом... Ну, там же... Тебе же мачи, ты делаешь их кодом, поэтому ты можешь их делать, как хочешь. Просто из-за того, что ты в воркфлоу писаешь кодом, у тебя проблемы с интеграцией разных кусков нет. Да, это пока. Там скорее проблема в том, что любую RPC можно сделать таской, но не любую таску можно сделать RPC, потому что длинные, долгоживущие, они там должны как-то себя пронатифицировать, поддержать живыми. Но если это работало этой таской, то она будет жить. Там есть еще один механизм, который про Natify Никита сказал, что таска должна себя вживой поддерживать. Для этого есть два механизма, именно когда мы говорим про кложур из ДК. Первый – это код таски может вручную вызывать Natify и говорить, что я, не знаю, сделал 200 миллионов ресурсов из 100 миллионов. А второй механизм – это по умолчанию он работает на трэд, который запускает экзекьюшн, как и таски, поднимается еще один трэд, который просто проверяет первый трэд, что он живой и раз в половину TTL оповещает ее, что она живая. Поэтому в этом плане даже долгоживущие RPC-шки все равно будут работать. Потому что у них не будет какого-то понятного человекосчитаемого прогресса, но падать по тайм-аутам они все равно не будут. Так что ничего сложного для этого нет. Нужно бы сделать. Единственное, что нам нельзя разрешать дергать сам таск, сами RPC-шки таска workflow из workflow. Ну, запретить ты этого не можешь. Под ответственность разработчика можно делать все, но надо понимать, что этот код будет называться миллион раз. Ну да. Ну да, ну, таску, которая создает таску и создает таску, то и без RPC можно кольцо войти. Ну, если надо порождаешь таски, это workflow. К этой функции нужно просто как к апдейт функции А там относиться и помнить, что неизвестно, сколько раз нам будет вызываться. А можно делать workflow с if типа сделай, выполни вот эту таску при таких условиях или вот эту, если условия другие? Ну, вот по сути. если таска 1 вернула 1, то мы запустим таску 2, таску 3, можно по сути сделать не ROR вернуть тут, а вызвать. это произвольный код, то можно делать не только if, но и циклы. То есть ты можешь сделать типа циклы, типа сделай в 10 раз или, например, можно сделать реакции, то есть на основе вот этого результата сделай вот такую цепочку действий, на основе этого дела это до сих пор, пока не получишь какой-то результат. То есть можно разное программировать. При этом таски имеют тайм-ауты, предположим, тайм-аут у таски 30 дней, у тебя будет workflow быть вида отправь notification клиенту, вот, далее подожди 3 дня, проверь подтвердил он его, если нет, то пошли на второй loop, делаем то же самое, если там больше 3 раз, тогда, я не знаю, удали его аккаунт, ну, например. А как на какой-нибудь Twilio можно вписать в этот flow? Да, ну, в смысле, у тебя будет таска, которая send твилio, вот, и workflow буду вызывать эту таску. и как бы видишь, в чем прелесть, с одной стороны, мы в Adbox можем добавить notification там на e-mail и, наверное, добавим, чтобы формы Виталика рассылать, но в то же время клиент Adbox может написать интеграцию с чем он хочет сам, используя SDK-шечку или API-шечку, вот, и встроить его в этот процесс, и там фигилю синтегрироваться таким образом, и там реагируя на изменения в Adbox отправлением в этот самый фигилю. То есть, тут надо понять, что две независимые части, про которые сегодня Никита рассказал. Первая это task API, вот, он вообще не знает, как выполнять таски, он просто дает для этого инструментарий, а вторая кладжура SDK, это мы хотели рассказать, как именно разработчику Adbox этим пользоваться. Внешнему разработчику эта информация мало полезна, если только он не на кладжуре тоже пишет, и то мы все равно еще не зарелизили как-нибудь отдельно, ну, наверное, через Libox можно достать. Внешнему нужно будет пользоваться или API напрямую, или SDK, которое пишет ребята для JS, возможно, потом других языков появится. Насчет внешнего, Макс, у нас была такая фишка, ну, и она и есть на самом деле и сейчас, это фишка для логов, которая называется Lambod. Была создана, она не задокументирована, была создана для кубинцев, и, по-моему, они ей продолжают пользоваться, тесты на нее есть. В чем суть? Это возможность добавить кастомный лог-апендер. Работает он посредством постинга кладжурного кода в Itbox. Ты постишь предвольную кладжурную функцию, и она будет вызываться на каждый лог-эвент, и, соответственно, в ней ты можешь написать, если то, то то, отправь то, или сделай то, трансформируй запрос так, этот трансформируй лог так. Соответственно, к чему я клоню? Можно точно так же постить кладжурный код workflow. Да, можно, но сделать для этого нормальный авторинг практически невозможно. Вот что меня смущает. Поэтому пока у меня ощущение, что вот то, что простое, будет закрываться лист по экспрессионам Виталика, а то, что сложное, ну, ты не напишешь сложный код без возможности его запустить толком. Ну, можно, конечно. Я не знал, кстати, про такую возможность. Спасибо, что рассказал. Пожалуйста. Там кложа исполняется в каком-то сэндбоксе еще. Да, только сказать, там же еще вопрос безопасности, но, предположим, это только админский эндпоинт, как будто мы это опускаем. А как он в сэндбоксе выполняется? Я не очень представляю, как выполнить именно кладжурный код сэндбокс. Посмотри код. просто поищи лямбда по нашему коду, прям словами ламбда. Окей. Классники, для таких прошаренных можно будет завести. А, прям лямбда-ресурсик. Я его, по-моему, видел, когда кэшами занимался и думал, что это за херня. Да, 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 он самый. Но его, типа, надо будет постить через ZenSeed, например, потому что человек с тратанет адбокс, новый, да, там не запущен этот, ему нужно всегда постить будет эту штуку, и поэтому ее проще, наверное, через Zen поставить. Ну, а там уже, в принципе, и LispFomb можно было писать. Пока мне кажется, что, да, Lisp, ответ на вот такие простые действия лучший, потому что он хотя бы синтаксис проверяет, вот, и при желании этой чистой функции можно придумать, как их на UI дебажить. вот, например, workflow, когда я говорю о DSL, я себе вполне себе представляю, что, если использовать Lisp Expression имени Виталика, на нем можно сделать очень хороший DSL, который будет, собственно, клажурный DSL, но пока не уверен, что это нужно. Так, я читал, вообще украл некий прекрасный доклад. Да, я не против. Там Маша что-то хочет тебя спросить. У меня вопросик. Можно проговорить еще раз, вот, я как конечный пользователь, да, что мне нужно описать, а что представляет, ну, предоставляет Adbox? Можешь просто сказать. Конечных пользователей у нас, как бы, скорее две категории. Пользователи, которые хотят писать свои таски и свои workflow, и пользователи наших тасок, которые мы уже пишем в контексте Adbox. Ты про какой кейс? Первый, первый. Первый? Да. Ну, по сути... Что нужно сделать, чтобы все это заработало, и что у нас уже для этого есть? По сути, нужно заимплементировать свой экзекьютор. то есть вот в этом контексте это наш экзекьютор Adbox'овский. Он так работает, но по сути это все для пользователя, который хочет свою таску или свой workflow. Это не обязательно. Он может взять любой язык программирования, запустить свой сервис, написать там свой движок, какой он хочет, и просто пользоваться IP-шкой. То есть также у нас есть в документации сейчас я покажу. У нас тут есть схемка была, по крайней мере. Вот она. Нет, не она. Вот она. На которой в этом гидбуке нельзя приближать. Похоже, нельзя. Да, я ее, по-моему, где-то тут оставил. Вот она. У нас есть такая схемка, как раз в разделе имплементации своего workflow. Она более подробная. Вот это по сути наша API. То, что она делает. она как раз создает все инстансы. Она их меняет, она их отслеживает. Что нужно сделать юзеру, чтобы написать как таску, так и workflow. Ему нужно реализовать экзекьютор, который сможет правильно общаться с нашей API. фишкой. То есть, он также должен полить таски, также должен оповещать, кидать notification, все, чем мы сегодня занимались. По сути, может быть реализовано на стороне, на любом языке программирования и может крутиться в сервисе у клиентов и исполняться у них же. а iBox при этом будет пользоваться результатами этой активности и знать о том, в каком состоянии эти таски находятся и предоставлять интерфейс. Надеюсь, ответил. Ну, наверное, экзекьютор одного мало, да? То есть, он еще должен описать таски, описать workflow. Сами таски, да. Ну, в самом простом случае, если совсем на коленке, это может быть просто таска, которая общается workflow. То есть, экзекьютор это все-таки что-то переиспользуемое многими тасками, но по идее можно написать одну сплошную таску, которая делает это все в своем же коде. реализация полностью остается на клиенте. Главное, чтобы оно поддерживало принципы работы с API. Маш, хочется, если по шагам прям четко, то нужно сначала открыть проект и описать там имя таски и параметры, которые она принимает, результаты она возвращает, и через SDK или API написать код, который без услуги какой-то таски реализует или workflow. Причем часть definition в ZEN она пока обязательная. В принципе, мы думали о том, чтобы сделать ее необязательной. Это возможно вполне, но мы пока классический вопрос типизированный, не типизированный из программирования не знаем, стоит ли это убирать. А definition мне нужно будет только для таски и workflow описать, да, в ZEN? Ну да, у тебя больше ничего и нету, по сути. Ну, типа две сущности таска и workflow. Тебе может понадобиться еще описать сервис, если ты хочешь как-то автоматизировать их старт, но в минимальном случае, если ты стартовать ее будешь тоже через API, через нажатие кнопочки на UI, тогда, да, только описать ее дефиницию. Подожди, а если я хочу сервисами пользоваться, я их тоже должна описать, да? Да, сервисы описать, здесь уже никаких вопросов, это сообщить айтбоксу расписание, по которому ты хочешь стартовать тот или иной процесс. Правда, процесс у тебя может выполняться на твоем, твоим кодом написанном на твоем языке программирования в твоем рантайме, но айтбокс будет сигналить ему, когда пора запускаться. Поэтому сервисы не отделены и опциональны. Десижн-таску я тоже описываю? Нет, десижн-таска это часть механизма workflow, который уже описан. Но ты описываешь workflow. Когда ты описываешь workflow, регистрируешь дефиницию workflow, получается, теперь десижн-таска знает, что она может для такого workflow создаваться. Но в описании workflow ты не включаешь ничего про десижн-таску, она сама по себе будет создаваться. Да, описание workflow это, и смотри, в этом плане получается таска и workflow это со стороны пользователя конечного, это как будто одно и то же, это какая-то операция, которая принимает параметры, различает результаты. Ты не пронесешь таски, ничего не знаешь. Ты как последний пользователь, который пользователь нашего пользователя. Ты просто хочешь запустить какую-то операцию, для тебя вообще не важно таска на таска или workflow. Она отличается от RPC, потому что он тебе не вернет результат сразу, он тебе скажет только, где его искать. А дальше ты как уже имплементатор, который смотрит на задачи, и он думает. Если она достаточно простая, и ты не боишься того, что в случае фейла где-нибудь посередине тебе придется запускать заново, это не разрушит мир, то ты можешь определить как таску. Если же это процесс, который невозможно сделать как атломарную сущность, например, нужно отправить пользователю email, и через три дня дождаться подтверждения, у тебя не может это быть один кусочек кода, то тогда ты это моделируешь как workflow. При этом API-шки так сделаны, что ты можешь сначала процесс сделать как workflow, а потом понять, что он усложнился, тебе нужно добавить следующие шаги и перемоделировать его как таску, и перемоделировать его потом как workflow. А, и при этом в adbox в своем definition workflow не знает ничего про то, как он будет выполняться, там нет таких шагов, они не описаны. То есть помнишь, у ребят в биллоджике был подход, когда у Zen-проекта хранился длинный-длинный портянки этого бизнес-процесса. То есть там в workflow описывалось как данный целиком весь его долгий мучительный процесс. Мы, может быть, придем к этому постфактум потом, но мы как бы зашли с другой стороны, что у нас в изначальном варианте нет ничего про имплиментацию. Она появляется на уровне SDK, в том числе экважурного, но сам Engine про нее ничего не знает. Поэтому там многие классы проблем за счет этого решаются, версионирование, еще что-нибудь, это все просто как обычный код. Ты можешь потом пойти на UI, куда idbox и фильтрануть все таски по workflow ID, посмотреть, как выполнялись таски. Да, Никита это долго показывал в процессе. Кстати, версионирование задел этот вопрос такой. Как у вас про миграцию вообще все? Давай пока опустим его. Сложный вопрос, уже полвосьмого. но думали, да? Или еще не дошли нам подумать? Ну, так, скорее заметки оставляли на будущее. По большому счету, так как это код, то пиши, ну, ты всегда можешь кодом описать два случая до и после, хоть по методу, по времени создания. Пока я думаю, что вот здесь проблема отмечивающей DSL на подходе, потому что ты в Decider или в Task можешь добавить новую логику в момент времени и решить в этом месте, как ты будешь ее обратно, вперед совместиме сделать. Точно так же, как ты в любой пишущий код, там, и миграции ты как пишешь, или как ты раскатываешь сервис, чтобы он работал со старой моделью данных и с новой моделью данных. Эти уже подходы вроде достаточно выработаны. Да, но мы писали такой дженерик в DeLogic тогда, мигратор, ну, такой, типа React, reconcile делает на графе, вот это в обычном случае, ну, либо убивать руками, так в основном reconcile. Находят ветки, которые еще не были выполнены, находят разницу, все удаляет, все ненужное и продолжает с того места, где остановился, если... Ну, а тут же как бы веток нету, ты можешь просто написать вот так, что он проигнорирует те шаги, которые тебе были неинтересны. Вот. Поэтому здесь в этом плане проще. Тут Никита не показывал на примере, где в workflow в детали не хотелось уходить, но по факту у каждой таски есть параметр обязательный лейбл. Вот. Это уникальный айдишник таски в рамках workflow. Вот. Это тот механизм, как в workflow понимает, что таска была запущена или не была запущена. Вот. Ты можешь в какой-то момент переписать код и сказать, что вот все предыдущие таски, они мне больше неинтересны. Просто удалить эти лейблы и запустить новые. И тогда все те workflow, которые уже были запущены, но пошли дальше, они просто продолжатся ну, так, как ты укажешь. Короче, про миграцию, по идее, здесь будет намного проще, чем с подходом с DSM, когда тебе надо прям данные промигрировать. Ты мигрируешь только код, он на данные не сражается. Тут как? У тебя единственное, что в твоем случае только в один момент, ты можешь в один момент времени иметь только один workflow. А с миграцией у тебя, если их несколько институт запущены, которые уже месяц идут, еще месяц будет идти, ты можешь из них частично промигрировать, частично нет, что тебе нужно. Что мигрируется сам в байзе. Ты же можешь прямо вверху Decider написать кейс, если таска создана после, то такой код, а если до, то такой код. И все. И задеплоить его, и он будет работать по-разному для разных workflow. То есть получается часть-часть этой миграции. Миграции данные тебе не нужно, тебе нужно только миграции кода. Ну, в смысле, переписать код. Сделать его так, чтобы он учитывал твои новые изменения и те временные рамки, когда ты хочешь это изменение вести. То есть ты его отдал в юзер-спейс просто получается? Ну, по сути, да. Окей. Ну, пока не встретили, это понятно, да. Это вот решать. Да, предугадать такую проблему практически невозможно и сложно. Вот, я технические решения вижу, но просто потому, что это такая же проблема, как у тебя возникает при работе с миграцией данных. Ты написал миграцию своего сервиса, но ты раскатываешь их постепенно и тебе нужно научить его работать с двумя версиями твоей модели данных. Как бы этот отход к нему выработано уже решение. Вот он здесь такой же за счет того, что ты отдельно, собственно, копишешь от данных. Но это я теоретизирую. Попадка, вот не знаю, сейчас, может быть, Юра столкнется с этими проблемами. И расскажет. Руслан? Да, я, может, упустил. Вначале говорил, что если какой-то экзекьютор зависнет с таской, то он перенаправит на другого экзекьютора, а он как-то проверит, что таск в таком случае не выполнится дважды, если он отлипнет. Никита Сеевич, не хочу воровать, хоть и ворую иногда. Блин, я что-то мешкаюсь с этим вопросом, может, воровать. Ладно, ладно, да. Короче, там есть параметр экзекьютора ID, который Никита показывал. Каждый раз, когда экзекьютор стартует таск, ему выдается ID-шник, который имеет отношение только к этому запуску и который он должен будет дальше передавать во всех операциях. Если этот экзекьютор ID-шник совпадет, то API не примет этот результат. Поэтому, да, возможно, ситуация, когда у тебя по какой-то причине заснул один сервис, потом проснулся, ему будет казаться, что он все еще главный, а за это время стал уже другой сервис выполнять таск. И проблем не будет. А, ну и при этом, кстати, конкурентность тоже. У нас может быть несколько хайдбоксов, запущенных параллель, и они будут без проблем обслуживать таск API. И может быть любое количество экзекьюторов запущены где угодно в разных кластерах, в разных машинах, и они могут параллельно выполнять таск. Короче, тоже будет хорошо. Вот этот экзек ID, я его искал все это время. То есть вот эти ID-шники, они предотвращают любые, в принципе, такие race condition потенциально. Ну, я надеюсь. Мы, по крайней мере, все, что мы смогли продумать, мы об этом хорошо подумали, да. Race condition должно быть не должно. Единственное, в чем сложность, она такая концептуальная. у тебя достаточно сложно отменить таску. Вот. Если таска запущена, а юзер потом сказал, что он ее не хочет, вот, нажал кнопку cancel, вот, то экзекьютор об этом узнает только, когда захочет спросить. Вот. Мы сделали таким образом, что результат заканцеленной таски не принимается, вот, и там экзекьютору передастся ошибка, вот, но при этом все равно таска может совершить какие-то внешние действия. Условно, таска должна отправить email пользователю и потом сообщить, я не знаю, айдишник этого email как результат. И, возможно, ситуация, когда какой-то сервис запустил эту задачу, пользователь увидел, передумал, захотел отменить, нажал cancel, таска отменилась, но она отменилась ровно в тот момент, когда email уже отправился, а айдишник еще не сообщился назад. Вот. Такие ситуации, возможно, они, в принципе, теоретически нерешаемые, вот. Единственное, там есть, наверное, когда мы зафиксируем подходы, как писать таски, чтобы уменьшить эти ситуации. Когда это все в рамках одной баз данных, там транзакции позволяет это решить, если это распределенные системы, то теоретически это решить уже нельзя, ну, или очень теоретически можно, вот, но это достаточно маловероятная история. Вольно, спасибо. А вот, что будет происходить, вот, если, получается, экзекьютор, исполнитель находится вовне, да, а вот эти все таски и вот эти все сервисы, они внутри, и, допустим, экзекьютор, он вот недоступен по какой-то причине. Если экзекьютор не будет отвечать, айтбокс решит, ну, таскопи решит, что эта таска, ну, когда она вылетит по таймауту, что экзекьютор не собирается ее выполнять и зафейлит ее. При этом у таски есть ретраве, если у нее есть еще попытки, то он и опять попытается выдать новому экзекьютору, вот, если, соответственно, ретраве закончится, то она просто завершится с ошибкой, что экзекьютор там есть три стадии. Первая стадия – это когда таска готова к выполнению, но экзекьютор за ней еще не пришел. Вторая стадия – это очень короткоживущая, когда экзекьютор ее взял и подтвердил. И третья стадия – это время, пока экзекьютор ее выполняет. На самом деле, на самой первой стадии, вот когда таска в рейде, у нас сейчас не имплементирован таймаут, когда-нибудь его добавим. Вот, то есть таска может быть в рейде бесконечно. Вот, мне очень сложно добавить, мы про это забыли. Вот, поэтому таска, предположим, у нас все в руководстве описано в Adbox, там, я не знаю, импорт, экспорт, но только одна таска написана на стороне пользователя. Такое тоже вполне себе возможно. Например, в краске отправка данных через какой-нибудь хитрый протокол, вот, ее в Adbox не имплементируешь, потому что она специфичная, мы говорим, что имплементируйте сами. Вот, и возможность ситуации, когда вот эта таска на отправку, она будет висеть, ждать и копиться. Вот, наверное, мы туда тоже добавим таймаут, но тут достаточно сложный вопрос, как его настроить. Если таска больше, там, трех дней так и не выполнилась, наверное, с ней что-то не так, надо ее заролить, и, там, в логах, и во всяких мониторингах появится информация о том, что, хотя и так можно этот мониторинг настраивать, что таска больше, там, с каких-то почему-то не выполняется. Это достаточно теоретическая ситуация, поэтому мы ее пока не покрывали. А decision task, она тоже фейлится? Ну, она в нормальном... Да, отвечай, Никита, у меня сейчас телефон зазвонил. Концептуально она не должна фейлиться, но она может, по идее, упасть по таймауту, и, блин, еще какой-то фейл мы ловили, но зафейлиться она может только по таймауту, если экзекьютор не отвечает. В других случаях это можно считать багом workflow engine, потому что в остальных случаях она не должна фейлиться. Даже если фейлиться workflow, она закончится успешно, при этом вернув экшен о том, что workflow закончился. Она, на самом деле, в жизни может, да, зафейлиться по таймауту или потому, что ей передали неправильные параметры, не по схеме. Да, еще было параметры. Соответственно, это обе ситуации, ну, первая ситуация такая, сложная, множество внешних факторов может повлиять. Вторая ситуация, это разработчик допустил ошибку неправильно указав параметры. Вот. Ну, decision task такой же механизм retry, как и обычной task, поэтому она выдастся еще раз на выполнение по умолчанию. По-моему, у нас два retry стоит, но их может быть любое количество. Но краски, вот во втором случае, когда параметры неверные, то смысл retry особо нету, где-то ошибка в коде. Ну что, неправильно нам заканчивать, а то уже что-то ночь, ночная. Если нет вопросов, надеюсь, получилось пролить сверху на то, что это вообще такое и о чем. Спасибо, что пришли. Спасибо.